Аномальное нашествие крыс в Липецке. Огромные грызуны вылезают из подвалов, нападают на людей и портят имущество. Они никого и ничего не боятся, биологи уверены. В городе новая мутация крыс. И монстров породили, судя по всему, секретные эксперименты, проводимые на животных в научных лабораториях. В ситуации разбирался наш корреспондент Алексей Захаров. Иван, главное, что отмечают горожане, это то, что крысы стали очень агрессивными и могут запросто наброситься на человека. И теперь жители Липецка опасаются передвигаться по городу и особенно заходить в подъезды. Утверждают, что можно встретить грызуна размером с домашнюю кошку. Никогда особо не боялась крыс, говорит жительница Липецка Мария Усимова. Но существо, которое они с сыном увидели вчера на детской площадке, привело ее в ужас. Огромный грызун выскочил из подвала и буквально атаковал женщину с ребенком. Крыса была какая-то, ну мне показалось, что она неадекватная. Почему она не боялась людей, выбежала и даже не реагировала на то, что мы ее пугаем. Вот. Было очень страшно и неприятно. Крыса будто чувствовала себя хозяйкой ситуации, рассказывает Мария. В какой-то момент животное даже бросилось на женщину. Но та успела отскочить и закрыть с собой сына Данилу. Я читал книжки, там попадались крыши. Но они не были страшны. А когда я увидел крышу, я испугался. В Липецке настоящее нашествие крыс. Их миллионы, они огромных размеров и ничего не боятся. Это видео было сделано местным автолюбителем и уже собрало в интернете тысячи просмотров. Крыса с комфортом устроилась за приборной панелью машины. Ого! Слышишь? Капец! Последний месяц такие случаи в нашем городе не редкость, рассказывает автоэлектрик Александр Пономарев. 80% поломок, с которыми обращаются к нему водители, это повреждения электропроводки. Ее сгрызают крысы. Катушку зажигания она перегрызет, вот уже на откусанной, видишь? Да. Люди покупают новые автомобили, а на следующий день отказывает электрика, говорит Александр. В первую очередь грешат на производителей. Трудно поверить, что твоя машина повредил какой-то грызун. Когда узнают, кто настоящий виновник, сильно удивляются. Я примерно уже из опыта знаю, что надо лезть под панель, они там любят греться, они там ездят вместе с вами. Вы можете даже не подозревать, что у вас в машине есть постоянный пассажир. Из-за такого пассажира можно и жизни лишиться, уверяет мастер. Представьте, мчитесь вы ночью по извилистому шоссе, и вдруг у вас гаснут фары. Специалист по уничтожению грызунов Максим Сиротин признается, что войну с крысами он, похоже, проиграет. Эти животные стали гораздо изворотливее и хитрее. Мышеловки обходят, ультразвуковых отпугивателей и яда не боятся. Раньше они прятались, лишь учуяв приближение человека. Сейчас нападают первыми, говорит Максим. Какие-то больные люди дома лежат, не могут двинуться, то есть без соответствующего ухода. И бывает, что крысы могут откусить кусочек уха, кусочек пальца, то есть бывает такое. Эти животные постоянно видоизменяются и со временем становятся практически неуязвимыми, заявляет липецкий специалист по зоопсихологии Геннадий Невзоров. Выживают не самые сильные или самые умные, а выживают те, которые умеют быстро реагировать на изменения. Вот крыса как раз относится к таким животным. Но липецкая ситуация особая. Специалисты уверены, что речь идет не о стандартных изменениях вида, а о ярко выраженной мутации под воздействием неизвестных препаратов. По одной из версий, распространителем подобной видовой аномалии могла стать крыса, сбежавшая из биологической лаборатории. Исследования показали, что у сегодняшних липецких грызунов сильно увеличена печень, что делает их невосприимчивыми к ядам. А кроме того, ученые зафиксировали значительные изменения в коре головного мозга. При такой работе мозга у них появляется эксцессорная способность, то есть предвидение будущего. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Самое страшное, что крысы стали вести себя агрессивно. Если изменения будут происходить с такой же скоростью и в том же направлении, людям можно только посочувствовать, говорят специалисты.